В эфире информационная программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! И вот некоторые темы этого выпуска. С размахом и ассортиментом в Рязанской области производили поддельные Хеннесси и Джек Дэниелс. Полицейские изъяли десятки тысяч литров. Не отходя от кассы, магазины начнут продавать лекарства. Из-за этого в Рязани могут закрыться аптеки. Как в Сибири, на Рязань идет аномальный мороз. Праздничные выходные станут самыми холодными за зимний сезон. В Рязанской области производили поддельные Хеннесси и Джек Дэниелс. Подпольное предприятие по производству популярных алкогольных напитков обнаружили в Касимовском районе. Проверку в регионе провели представители межрегионального управления Росалкогольрегулирования ПЦФО совместно с сотрудниками МВД России. Производство и оборот алкоголя и спиртосодержащей продукции без лицензии обнаружили в селе Алешино. Там нашли автоматическую линию разлива. Более 40 тысяч бутылок виски, коньяка, водки различных наименований, а также около 17 тысяч литров этилового спирта. Подпольный цех закрыли, а оборудование, сырье и готовую продукцию арестовали. Выявили, что в здании бывшей пилорамы, расположенной в селе Алешино Касимовского района, организовано производство фальсифицированной алкогольной продукции. При обследовании подпольного цеха полицейские совместно с ОМОН, отделом Росгвардии по Рязанской области задержали предполагаемого 50-летнего организатора подпольного производства и двух его пособников. Также были задержаны 12 иностранных граждан, уроженцев ближнего зарубежья, которые жили и работали в здании пилорамы. Лекарства могут начать продавать в супермаркетах. Минпромторг подготовил законный проект, разрешающий торговым предприятиям заниматься реализацией несложных безрецептурных препаратов вроде аспирина, анальгина, цитрамона или активированного угля. Обсеки выступили против инициативы начать торговлю безрецептурными лекарствами в магазинах, так как это может вызвать их существенное сокращение. Эксперты предполагают, что продажа лекарств в супермаркетах вынудит фармацевтов поднять цены в аптеках на 20% или вовсе уйти с рынка. Однако в Минпроме считают, что продажа лекарств в магазинах позволит повысить доступность препаратов для работающего населения. Отметим, что Минздрав выступает против принятия документа. Год добровольца официально стартует в Рязанской области. В эти дни проходит второй форум добровольцев региона. На одной площадке встречаются представители всего волонтерского сообщества области. Подробнее Валерий Седов. Интерактивные площадки, инсталляции, современная молодежная музыка, а также именитые гости. Так стартовал второй форум добровольцев Рязанской области. Участниками мероприятия стало более 500 рязанцев. Здесь представители образовательных учреждений, активисты волонтерских отрядов, органов молодежного самоуправления, а также руководители органов законодательной и исполнительной власти региона. Проект помогает объединить уже имеющийся опыт работы, выявить наиболее активные социальные практики и познакомить с современными методиками и технологиями. Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил, что появление на государственном уровне года добровольца означает признание необходимости и важности работы волонтеров. Я вас благодарю за то, что вы делаете. Честно скажу, мне с вами очень приятно общаться и неформально, прежде всего неформально, отвечать на ваши вопросы. То, что вы делаете, это действительно замечательно. Вы классные. Спасибо вам большое и удачи во всех ваших главных начинаниях. Мы их обязательно поддержим. Спасибо. В программе форума предусмотрены панельные дискуссии на актуальные темы развития добровольчества, такие как государства и волонтеры, партнеры в социально-экономическом развитии страны. Также здесь находятся образовательные и дискуссионные площадки по наиболее востребованным направлениям волонтерской деятельности. Здесь и медицинское направление, и спасатели, и экологи, и многое другое. На форуме волонтеры примут участие в проектной сессии по созданию плана мероприятий года добровольца в регионе. В настоящий момент в Рязани добровольцами зарегистрировано более 15 тысяч человек. Создано и эффективно работают 50 пунктов добровольцев. Валерий Седов, Роман Вихров, телекомпания «Город». На этой неделе антициклон подарит рязанцам самые холодные за всю зиму ночи. Среднесуточная температура в областном центре ожидается на 6-8 градусов ниже нормы. Синоптики прогнозируют, что ночи на длинные выходные станут самыми холодными за нынешнюю зиму. Кроме того, на фоне сильных морозов прогнозируется высокое атмосферное давление. В гидромедцентре отмечают, что такой продолжительный период холодной погоды опасен для горожан. В предстоящие дни погода нашей области будет определять гребень холодного арктического антициклона. Ветер развернется на северный и постепенно будут крепчать морозы. Но существенных осадков не ожидается. 21 февраля без осадков температура воздуха ночью по области минус 12-17 градусов, местами до минус 21. Днем минус 7-12. 22 февраля без осадков ночью минус 14-19, местами по области уже до минус 23 градусов. Днем все те же минус 7-12. В ночь на вторник в городе продолжалась уборка снега с улиц города. Более 90 единиц техники работали на улицах Ленина, Свободы, Полонского, Проволыбецкой, Советской армии, Первомайского проспекта. Как сообщает сайт администрации города, за ночь с улиц Рязани было вывезено 1200 кубометров снега. При этом в социальных сетях продолжается обсуждение по поводу скользких тротуаров, на которых люди падают и получают травмы. Одна из публикаций появилась вчера. Инцидент произошел на Первомайском проспекте у остановки Площадь Победы. Пострадавшему понадобилась помощь скорой. Каток на всех не растаявших тротуарах, написал автор поста. В комментариях к посту добавили, что у рынка в Песочне также пострадала поскользнувшаяся женщина, которой вызвали скорую. Со слов очевидцев, Рязанка получила травму бедра. В районе торгового городка нашей съемочной группе все же удалось запечатлеть редкие кадры. Сотрудники благоустройства города расчищали пешеходную часть от льда и снега. Но дворы и второстепенные улицы по-прежнему остаются в снежных завалах. На территории России проживают почти 10 миллионов лиц, которые не получили гражданство. Такие люди в большинстве приезжают на заработки и возвращаются на родину. Другие же пытаются остаться, но дается им это нелегко. Правда, есть и такие случаи, когда миграционная служба на родину не отправляет, а получить гражданство не дает. Валерий Судов подробнее. Проблемы с гражданством у Заура Наджафова начались с приезда в Россию. В 1990 году он переехал из Баку в Красноярск. Правда, доказать юридически, что он гражданин новой страны, мужчине удалось только через два года. Соответствующее решение суда у Зауры есть на руках. Пока это единственный документ, который доказывает законность его проживания на территории нашей страны. Что еще хуже, в Красноярске мужчина потерял паспорт и восстановить его не получается до сих пор. Обращение в местную ФМС принесло только ворох новых проблем. Заур прождал 7 месяцев, ожидая депортации в Азербайджан. После этого он получил временные документы, которыми пользуется до сих пор. С каждым годом ситуация становилась все необычней. У Заура есть заключение от МВД Азербайджана, что он больше не гражданин страны. Есть постановление Красноярского суда, что он гражданин России с 1992 года, однако паспорт мужчина так и не получил. Три года назад он переехал из Красноярска в Рязань. И проблемы на этом не закончились. Заур Наджафов обратился в региональное ФМС, где от него стали требовать все новые и новые документы. Кроме ФМС мужчина обращался также и в прокуратуру города Рязани. Положительного ответа добиться так и не удалось. Вот что прокуратуру обращался в июне месяца 30-го, вот в сентябре 12-го числа и вот 23-го октября. В данный момент как бы я ничего не говорю, прокуратура посылает в МВД. Но с МВД мне приходит вот такое. Тут написано установление личности. А для чего это я непонятно. Но опять же я согласился. По закону три месяца. Но они... Пошло более трех месяцев. Я прихожу к ним, они мне отказывают. Потом нужно доказать, что 2002 года. Зачем мне доказывать 2002 года мое проживание, если есть у меня решение суда о том, что 92-го года я здесь проживаю. Во временном документе Заура в графе гражданства написано неопределено. По словам мужчины, самое забавное здесь то, что такие бумаги выдают только при наличии гражданства Российской Федерации. Заур Наджафов проживает на территории России уже 28 лет. И все это время на руках у него только временные документы. Мужчина говорит, что без паспорта нельзя ни получить медицинскую помощь, ни устроиться на работу. Сейчас Зауру 44 года. И стать гражданином страны он не может. Совсем недавно у мужчины и его супруги появилась дочь. В свидетельстве о рождении отцом указан Заур. А гражданство девочка получила российское. Такой необычный случай в нашем городе не единственный. Проблема с получением гражданства в стране стоит особняком. По данным УФМС, на территории страны проживает практически 10 миллионов таких человек. И кто в такой ситуации не прав, судить очень сложно. Валерий Седов, Роман Вихров, телекомпания «Город». На протяжении 10 лет каждый год охотники Касимовского района собираются вместе, чтобы узнать, кто из них самый быстрый и меткий стрелок. Традиционные лично командные соревнования по охотничьему биатлону на призы главы Касимовского района прошли в районе деревни поляны. В этот день свои лыжи смазали, оружие начистили больше 40 участников из Касимовского, Петелинского, Ермишинского районов и Владимирской области. Надеюсь, сегодняшний день, праздничный день для всех нас, праздник спорта. Вам очень понравится, весело проведете время с семьями, с детьми. Ну, а участники соревнования, удачных вам стартов и, конечно, победить сильнейший. Без травм, чтобы все прошло. Спасибо, что вы здесь сегодня с нами. Удачи! На широких лыжах без палок, но с ружьем за плечами участникам нужно было пробежать три километра по пересеченной местности и на огневом рубеже поразить не живого зверя, а неподвижную мишень. Пока азартные болельщики наблюдали за соревнованиями, другие гости нашли развлечение на празднике широкой масленица. Организаторы подготовили концертную программу, конкурсы и несколько тематических игровых площадок. Дети и взрослые могли полакомиться блинами и отведать ароматного чая из уникального музейного самовара «Красный маяк». Тем временем один за другим финишировали спортсмены-охотники. Для Дмитрия Карпухина это дебют, но зато какой эффектный финиш. Даже позавидовал бы Джеки Чан. Офигенно! Давай, давай, давай! Почему упал-то уже? Как, почему? Все, я кончился. У меня расчет был до финиша, и все, а дальше запас энергии сяк. Спринт, гонка-преследование, масс-тарт и эстафета. Эти биатлонные виды знакомы каждому. Охотничий биатлон сравнительно молодой вид. Тем не менее, им занимается немало энтузиастов. Завоевав народную любовь среди косимовцев, охотничий биатлон стал едва ли не семейным видом спорта. Супруг всегда поддерживает, всегда меня снаряжает, ищет мне все, что нужно. Переживай им больше, чем она сама. Ну, я-то вообще не переживаю. Для меня главная часть. Конечно, как всегда, гора сложная, очень сложно подниматься, пришлось все время боком подниматься. И спуск там был очень, конечно, такой. Пришлось тоже сбоку спускаться. А так, трасса очень хорошая, погода чудесная. К слову сказать, Юрия Неллина не единственная девушка-участница. Померится в скорости и точности с представителями сильной половины человечества. В этом виде спорта решила Надежда Шолохова. Трасса в этом году лучше, чем в том. Там в том году была обледенелая. Все хорошо. Прошли, слава богу. Фаворитом гонки стал Александр Шевцов. Общество охотников «Вязы». В своих возрастных группах отличились Владимир Нефедов Боишевского общества охотников и рыболовов и Александр Костин из «Ермиша». Очень тяжело. Старался. Одного не осилил обогнать. Выбегал 11-й, прибежал вторым на финиш. Пять раз попал. Организаторы в следующем году обещают большее разнообразие праздничной программы народных масленичных гуляний. Что же касается охотничьего биатлона, то число его участников год от года растет. В январе 2018 года стартовала федеральная кампания под названием «Твой выбор». Она проходит в рамках студенческого самоуправления в различных вузах страны. Цель довольно простая – посмотреть, как проходят выборы в студенческий совет обучающихся и как администрация контактирует со студентами. Из Рязани в федеральной кампании принимает участие только один вуз – медицинский университет. На стене – плакаты с предвыборными предложениями от кандидатов. В зале – руководство медицинского университета и активные студенты. А в самом центре – кандидаты на пост председателя совета обучающихся. Найти отличие от выборов на государственном уровне здесь практически невозможно. По словам проректора по лечебной и воспитательной работе вуза, отбор кандидатов проходил крайне необычно. Каждый факультет на перебой предлагал возможные критерии для будущих кандидатов. А о количестве финалистов споры не утихали до последнего. Активисты утверждают, что такого ажиотажа они не ожидали. Заявки поступали практически от каждого курса. В результате отбора осталось три кандидата – с третьего и четвертого курсов. Надо сказать, что действительно студенческий коллектив активный в нашем вузе. Они выдвигают на какие-то порой совершенно удивительные идеи. Очень творческий коллектив. И у нас в вузе проходит очень много мероприятий. Действительно, мне кажется, иногда просто не хватает сил на все эти мероприятия. Но, тем не менее, ребята стараются не засыпать. Все кандидаты принимают активное участие в жизни медицинского университета. Для них подобное не в новинку. И появление большой ответственности их не пугает. К тому же, кому еще, как не будущим медицинским работникам, нужно понимать всю важность ответственности перед собой и другими? Это одна из причин, почему именно медицинский университет участвует в федеральной компании. Профессия медика требует большой ответственности. И вот это формирование ответственности еще со студенческой скамьи, формирование такой активной позиции – это, наверное, черта все-таки врача. Поэтому они у нас, видите, они отстаивают интересы и своих, и своих сотоварищей, коллег. Дарья Копытина – студентка четвертого курса лечебного факультета. В медицинский университет она приехала продолжать семейную династию врачей. С первого курса стала принимать активное участие в жизни вуза. И сейчас она – кандидат на пост председателя студенческого сообщества. Учиться на лечебном факультете очень сложно. Однако здесь помогает главный фактор – умение распределять свое время. Это большая заслуга моих родителей и администрации университета, которые помогают правильно еще с первых курсов рационально распределять свое рабочее время, чтобы хватало и на учебу, и на внеучебную деятельность, и на отдых. По словам проректора по лечебной и воспитательной работе вуза, студенческое самоуправление формирует ядро университета, которое помогает и студентам, и администрации. Руководство понимает все запросы и желания ребят, а совет обучающихся является главным проводником между администрацией и студентами. Первые дебаты закончились на позитивной ноте. Кандидаты о диалоге со студентами и руководством отзываются положительно. Сами же выборы на пост председателя совета обучающихся пройдут 1 марта. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Имя Натальи Владимировны Дмитриевой знакомо многим рязанцам. Ее карьера начиналась в Рязанском медицинском университете, а сегодня имя знаменитого врача носит областная детская клиническая больница. Сегодня в здании вуза открылась именная аудитория в ее честь. Студенты второго курса медицинского университета завороженно слушают о знаменитом враче и талантливом педагоге. С этого дня лекционный зал, в который ежедневно за новыми знаниями приходят будущие врачи, будет называться в честь Натальи Дмитриевой. Открытие площадки под новым именем приурочили к юбилею. В этом году медуниверситету 75 лет. Я имел честь не только учиться в Наталье Васильевне, но и работать с ней на лечебном курсе, когда она была деканом. Я был у нее заместителем, но уникально общался с студентами, с коллегами. Действительно, был преподаватель, педагог с большой буквы. Она и сама закончила Рязанский медуниверситет в 1957 году. А вклад Натальи Дмитриевой в развитие детской медицины региона без преувеличения огромен. Она основала в городе неонатальную службу и заложила основы современной педиатрии. То было время, когда уже отошли инфекции классические – горь, скоплотинок, дифтерия. И основная проблема в медицине – это была проблема новорожденных детей. И, наверное, то отделение патологии новорожденных, которым мы занимались и которое создала Наталья Васильевна, это, конечно, постепенно прообраз современного перинатального центра. На встречу со студентами в честь открытия аудитории Дмитриевой пришел и ее сын. Он рассказал о том, что Наталья Дмитриева была уникально образованным человеком и очень любила стихи. А строки из одного стихотворения автора Ридьярда Киплинга стало ее девизом по жизни. Наполни смыслом каждое мгновение, часов и дней неумолимый бег. Тогда весь мир ты примешь во владение, тогда, мой сын, ты будешь человек. Алена Кукулева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». И на этом у меня все. Напомню, что все новости вы также можете смотреть на нашем сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до завтра. Желаем хорошего завершения дня. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 4,7% годовых! Только в компании «Зеленый сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok